Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе Ваихи, заключительной главе книги Берешит. И есть один аспект, который выделяет нашу главу из всех глав Торы. Глава Ваихи является единственной главой в свитке Торы, начало которой не выделено пробелом в тексте, как это обычно бывает. Нет разрыва между ней и следующей главой. И это поэтому она называется закрытой, закрытой главой. И эту особенность нашей главы мудрецы напрямую связывают с глубоким смыслом ее содержания. И как и во всех постановлениях мудрецов, в разделении Торы на главы, принятые ими, есть глубокий смысл, намекающий на тайны, скрытые в Торе. То есть, несмотря на отсутствие пробелов в тексте Торы, в свитках, первые из которых были написаны самим Машей Робейну, мы знаем, мудрецы все же выделили нашу главу в отдельную, и тем самым высветили намек, с которой скрытый смысл, заложенный в нем тут. Духовный наставник, знаменитый Ишивы Мир, Рав Ерухам Лейвович, который говорит, что в том, что недельная глава Ваихи закрыта, есть глубокий намек на то, что в этом месте буквально скрылась сама Тора, Тора Нистема. Попытаемся немного объяснить это. Я услышал этот урок у Грава и Галя Полищука, духовного наставника проекта Бейрот Ицхак. И мы знаем, что вместе с Яковом в Египет спустилась Шхина. Так и говорит Бог Якову, я спущусь с тобой в Мицраим и выведу тебя оттуда. Более того, в книге Зор, базовой книге Кабалы, приводится комментарий, отрывка «И вот имена сынов Израиля, пришедших к Мицраим». Зор пишет, что под именем, указанным в этом отрывке, следует понимать источники высших духовных сил, соответствующих каждому из кальян Израиля. И вот тогда понятно, что источник духовных сил также перемещается в Египет, в каком-то смысле в изгнании в духовных мирах. И это нужно быть аккуратным тут, потому что, еще раз акцентирую внимание, на слове «в каком-то смысле», чтобы не углубляться. И так народ Израиля спустился в Египет не один, с ним был Всевышний. И его духовное вот это воинство, все духовные корни, когда народ, ну и система ангелов и так далее, все это духовное воинство. А когда народ находится в истинной связи с Творцом, его невозможно поработить, говорят наши мудрецы. И обосновывают это так. Сказано о заповеди высеченный, харут на скрижалях. И написано в Мишне-Пиркеа-От, что мудрецы читают это слово иначе. Они говорят, читай не харут высеченный, а харут свобода. Ибо, продолжают мудрецы, свободен только тот, кто занят изучением Торы. Подчиняя свой разум мудрости высшего разума Творца, человеку достаивается личного проведения, ажгаха, ажгахи, надзора со стороны Всевышнего. И он не подчиняется законам этого мира. В этом случае он не подчиняется законам этого мира. И становится, значит, становится свободным. И тут нужно прислуживаться к следующей мысли, высказанной мудрецами. Абсолютная свобода выражается в том, что Тора позволяет человеку уже в этом мире соединиться с Вечным, выйти за границы материальности, которая является источником всякого порабощения. И в Талмуде Шаббат сказано, Израиль не подчинен системе созвездий небеских сил. И раби Авраам Ибнезра, он умер в 1164 году, знаменитейший еврейский философ, поэт, мыслитель, лингвист, астролог, астроном и математик. Ему принадлежат знаменитейшие комментарии в Торе. Вот один из них мы сейчас посмотрим. И для скептиков добавлю, что он также является одним из основателей грамматики Еврита. А среди математических достижений ему принадлежит вычисление и свойства бениминальных коэффициентов. А им также написано много книг по астрономии и астрологии. И лунный кратер Ибнезра назван в его честь. Так вот, в своем комментарии в книге «Дворим» он мне пишет. «Хорошо известно, что каждый народ и каждый город находится под какой-то звездой, которая влияет на его будущее. Но еврейскому народу выпало счастье, что только Бог определяет его пути, потому что сказано «Израиль – удел Бога». И раз так, то задача каждого еврея – принять и реализовать этот удел. И каждый еврей просто должен понять и принять, что по-настоящему свободным можно стать только, выйдя из-под власти всяких других сил и стать уделом Бога, стать партнером Бога по созданию этой нашей новой реальности. И поверьте, тот, кто почувствовал эту свободу и это ощущение быть партнером Бога, никогда не захочет обменять его это ощущение ни на что другое. Более того, он всячески хочет поделиться с окружающими, его близкими, ему людьми той информацией, которая приводит его к этому состоянию. Но, увы, на него зачастую смотрят, как в какой-то степени сумасшедшего, как многие смотрят на религиозных, или, правильно сказать, соблюдающих евреев. Но мы чуть отошли в сторону. Мы должны понять, почему же наша глава называется закрытой и какой в этом смысл. Так, состояние Бен-Хорин, дословно «сын свободы», истина свободного человека, состояние, невозможно без связи с Творцом и без Тора. Но вот как раз тут и нужно сказать, что нельзя ничего сравнить с Торой Якова. Известно, что определяющее качество нашего правца Якова – это Эммет, истина. Его также называют Тиферет, красота или великолепие. Эммет, оно же Тиферет, это гармония между Хеседом Авраама и Гвурой Ицхака. С другой стороны, Эммет – это одна из характеристик Торы. То есть Тора так и называется – Эммет, потому что это истина. То есть Тора является самой сутью Якова. О нем говорит сама Тора «Иштам Ешеф О'Алим» – человек цельный, сидящий в шатрах. В шатрах – учение, учение Торы. Прежде чем прийти к Лавану, Яков 14 лет учился в доме учения Шема и Эвера, а до этого получал знания в шатрах своего дедушки Авраама и своего папы Ицхака. Если делать подсчет, то мы получим 77 лет непрерывного изучения Торы. Наша недельная глава начинается стихом «И жил Яков в земле Мицрая 18 лет». Тора подчеркивает, что именно в Египте жизнь Якова была наполнена удовлетворением, радостью, духовным поднемом. К нему вернулась Шхина. Он был окружен своими праведными детьми и внуками. Беда больше не постигала его. В силу того, что Яков прошел все испытания, уровень его Торы был невероятно высоким. И вот когда Яков ушел из этого мира, ушла с ним его Тора. С уходом Якова пропало его влияние, поддерживающее духовный уровень народа. Мудрецы Торы приводят в этот мир необычайное открытие, особое понимание Торы своего поколения. Когда они живы, их мудрость и знания может удостоиться весь народ. Но с их уходом эта особая мудрость уже не спускается в этот мир. Уход Якова при всем великом достоинстве его сыновей стало причиной сокрытия Торы. И что, спросите вы, как это отвечает на наш вопрос? Нужно вспомнить, что мы сказали вначале. Из-за чего мы ушли в разовор о свободе, об истинной свободе, которую невозможно достичь, а только пребывая в связи с Творцом, через глубокую связь с его Торой. Мы сказали, когда народ находится в истинной связи с Творцом, его невозможно поработить. И вот уход Якова был причиной сокрытия его Торы и как следствие стал причиной начала порабощения. И на этот ужасающий факт сокрытия Торы Якова этот факт находят стражение в закрытости этой главы. В нашей главе Вейлэх у нас есть обещание, данное Всевышним, что Тора не забудется в устах потомства. При этом, комментируя Траши, добавляет страшные слова. Тора не забудется окончательно. То есть, все-таки забудется, будет забываться, но окончательно не забудется. И на протяжении всей истории нашего рассеяния Творец заботится о том, чтобы евреи не забыли его Тору полностью. Но с каждым новым поколением свет Торы постепенно скрывается и скрывается, и Тора забывается. И именно на нас сегодня, от нас сегодня, зависит, как быстро происходит в наши дни это закрытие Торы. Когда дети видят, как преданы их родители Торы, как предалевая трудности, с которыми небежно приходится сталкиваться в жизни, родители остаются верными Всевышнему и не прекращают трудно Торой, то Тора становится частью самих детей. Дети не отойдут от нее уже без Раташем. И наши великие учителя несут нам свою Тору и дают нам большой пример того, как надо жить, как мы учим на примере всей жизни Якова Авину, нашего прадца Якова, и его связи с Торой и Творцом. Делаем правильные выводы из всех уроков Торы. Брахавы от Слаха. Остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова